Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж. Наконец-то закончилось у нас техобслуживание. Давайте заходить в игру, давайте смотреть, что нам хорошего, классного, интересного добавили. 28-е, 28-е июля у нас на календаре. У меня сегодня у племяхи день рождения, настроение охренительное. И, в принципе, так совпало. У меня день рождения 28-го июня, у племянника 28-го июля, а у сестры 28-го августа. Вот такая вот у нас философия семейная. Давали нам тут кучу всего и ГПшечки дали за техобслуживание. И, собственно, за то, что ивент не работает, нам дали тренеров на 6 штук по 10 тысяч опыта, 6 штук по 1000 опыта. Короче, круто. Плюс еще и бесплатная круточка Баварии, и у нас сегодня великий и ужасный Румениги. Я думаю, сегодня многие-многие-многие люди будут крутить и будут вылавливать этого беста. Кстати, на него обзор я делал. Чтобы вы понимали, прошлая карточка тупо такая же, как та карточка, которая вышла сейчас. Но это лучше почему? Потому что, во-первых, больше прокачанной стили, то есть больше навыков ты сможешь именно, ну, закинуть, собственно, ему в статы. Это первое. И второе, конечно же, у него будет контракт на год, в отличие от Румына с прошлой части. К сожалению, не завезли нам легендарных тренеров, хотя обещали, хрен его знает почему, наверное, введу чуть позже. Мне, на самом деле, легендарные тренера максимально были бы интересны. Ну и Руми. Руми, Матеус и Демичелес у нас здесь. Напоминаю, что если ты хочешь задонатить на мобилку с российской карты, то в описании, в закрепленном комментарии, моя личка в Телеграме. Пиши, помогу. Цены вполне себе демократические. Куча довольных клиентов. В принципе, вчера, по-моему, тысяч на 40 рублей накидали. Сегодня, чувствую, будет гораздо больше, потому что Румына хотят все. Потрясающий стиль Охотник за голами. Крутейшая скорость, крутейшая реализация, крутейшее умение атаковать. Румын, это всегда Румын. Это вот, что называется, самая легендарная легенда нашей игры. Конечно, есть еще отличный Матеус. Прекрасный центральный полузащитник. 9 уровней он будет прокачать. 18 статов можно раскидать. Даже на центрального защитника можно поставить, хотя я бы этого не делал. Именно хорош. И в защиту умеет, и пас отдаст, и удар у него отличный. Плюс еще и навыки, опекун, перехват. Короче, и в защите поможет, и в атаке подсобит. Матеус тоже у нас один из лучших футболистов. И один из моих самых любимых футболистов, Пес, пожалуй. Ну и Демичелес. Тут ничего хорошего про него сказать не могу. Конечно, ловить его не хотелось бы. Статы не впечатляют, рост не впечатляет. Ну, такая проходняковая легенда. Но, в принципе, в принципе, когда в паке у нас два топовых игрока, это уже охрененно. Да, у Демичелеса вроде и по навыкам все более-менее, но это явно не то. Это явно не то, что не тот человек, за которым сегодня будут охотиться Песеры. Да, забыл сказать, конечно же, кроме всего прочего, в этом паке у нас есть дорогущий Ливандовский, дорогущий Кимих. Если у тебя проблемы с ГП, то эти футболисты тоже могут вполне себе усилить твою команду. Вообще, у Баварии великолепный состав у нас в Пес. Сейчас, само собой, партнер, все дела, поэтому, поэтому Бавария хороша. Ну, ладно, начнем с бесплатной круточки. Конечно, на бесплатную крутку я не надеюсь, хотя один раз я Макелеле на своем аккаунте из нее выловил. А вот на показ бесплатных круток мне везет. Так, ни... Стоп! Нихера себе! И скажите еще, что это Румениги, нет? Нет, десятка. Матеус выпадает мне с бесплатной крутки. Ну, ок, ок, ок. Старт охренительный. Все, тут уже надо ставить лайк, писать комментарий. Морж, ты как всегда? Да, ребят, я как всегда, я ловлю все-таки легенду. Еще и на халяву, еще и на халяву. ГП на халяву дали, опыта на халяву дали, Матеуса на халяву дали. На него, наверное, все-таки, по-моему, это намек, то, что на него нужно записать обзор. Тем более, он у меня есть. Что ж, я подумаю, я подумаю. Скорее всего, на выходных такой обзор я выложу. Почему бы и нет? Тут прям сама игра мне намекнула, что я должен записать на него обзор. Да и, в принципе, я люблю Матеуса. Классный игрок, классный человек. Сейчас он там ведущий, ездит по всяким. Короче, реально топовый чувачок. Но мы здесь за Руми. Мы здесь за Руми, у которого реально два преимущества по отношению к предыдущей версии. Конечно, это лучшие прокаченные стили и, конечно же, контракт. До сих пор не совсем понятно, как с этими всеми контрактами будет. У многих уже 60 дней вот подходят к концу. И люди такие, эээ, а как продлять? А денег нет, ебалов этих не хватает. Ну, короче, конами что-то намудрили. Я надеюсь, в ближайшее время они смогут каким-то образом это починить. Ну и, само собой, легендарные тренера. Блин, как я их жду. Я, во-первых, надеюсь, что у них, ну, само собой, будет показатель стиля выше, чем у обычных. Это раз. И второе, я бы, по крайней мере, ну, как бы я делал. Я бы сделаем еще какое-то прикольное умение. То есть, если у нас сейчас там есть те, которые прокачивают быстрее нападающих, защитников, молодых игроков, ну, и так далее. Я бы легендарным тренером сделал какую-нибудь фишку, которая была бы только у них. То есть, допустим, если ты берешь, у нас анонсировали Кройфа и Коновара. Коновара, конечно, нихрена не легендарный тренер. Но с кем подписали, с тем подписали. Тут уже что поделаешь. Вот. Ну, а по Кройфу, конечно, хочется сказать. Вот, я бы ему добавил фишку. Типа, если у тебя в составе игроки Барселоны, они, допустим, получают буст плюс один общего рейтинга. Или плюс два общего рейтинга. Или прокачиваются в пять раз быстрее. Ну, вот что-нибудь в таком роде. То есть, чисто привязать его к клубу. Четыре звезды, кстати, Демичелес может быть. Нет, Демичелеса здесь не будет. Вот, к сожалению, к сожалению. Но, тем не менее, тем не менее, Диаби мне выпадает как-то не очень. Здесь попыток у меня остается. Да я еще хочу легенду. Блин, я еще хочу легенду. Почему бы нахрен и нет? Почему бы нахрен и нет? Я понимаю, что я сейчас записываю это видео и по всему земному шару сейчас точно так же люди нажимают на открыть паки. И кому-то в данный момент выпадает Румениги. Но не мне. Зато мне, этот, Матеус бесплатно выпал. Я думаю, тоже очень даже неплохо. Ладно, ладно, ладно. Продолжаем крутить. Блин, у меня опять возвращается азарт. Хорошо, в принципе, сделали Канами, что вот товарищеские матчи вернули. Сейчас этот турнир. К сожалению, я еще пока ни одного матча не сыграл на нем. Мой оппонент Лева Дудкин, вы все его знаете, сейчас где-то там в пути. Короче, у него что-то, что-то не очень хорошее соединение. Поэтому мы с ним списались. Матчи немножечко перенеслись. Конечно, конечно, я выложу, когда мы с ним все это дело отыграем. Я думаю, будет интересно. Ну, по крайней мере, само собой, бороться буду до последнего. Но чую, чую, по жопе мне надают по полной программе в этом турнире. Главное выйти из группы, а там посмотрим. Надеюсь, у меня это, конечно же, удастся. Состав есть. А вот руки какие завезли, такими и буду, собственно, пользоваться с руками. У меня немножечко проблемы. Ну и, конечно, после обновления действий в защите на свайпах, очень-очень честно скажу, сложно играть. Свайпы это просто какой-то ад. Но переучиваться, собственно, времени нет. Я могу сейчас перепрыгнуть быстренько на кнопки. Но, сами понимаете, за пару дней хорошо, к ним я не привыкну. Я все равно буду ошибаться. Поэтому лучше уж на свайпах. Есть лига, к сожалению. Не нужно мне. Мне нужно, чтобы у меня пустая была фигня. Пустая фигня и пять звезд. И пять звезд. И красная форма. И какой, кстати, у Румика номер-то был? Седьмой, по-моему. Простите. По-моему, седьмой. Нет, снова есть лига. Снова во Францию меня отправляет. Четвертый номер. Комара вроде. Комара. Да, даже знаю я этого товарища из Марселя. Паки заканчиваются. Паки заканчиваются. Сейчас попытка. И еще три у меня остается. И типа, наверное, надо было останавливаться на бесплатном паке. Можете и так уже дали на халяву Матеуса. Че ты хочешь? Че ты лезешь? Но, тем не менее, тем не менее, хочется. Все-таки хочется поймать нового Румына. Протестировать. И да, я вижу, что по статам он не отличается. Но хочется попробовать. А вдруг, вот сами знаете, не всегда у нас статы в игре что-то решают. Иногда карточка может быть и не очень по статам. А она прям огонь. Вот стоп. Ну, давай пять звезд. Пять звезд. Есть пять звезд. И Баварию. Ай, сука. Ай, сука. Да, Бавария. Да, десятка. Санэ мне выпадает. Две десятки из Баварии я сегодня забираю пятизвездочных. Но, к сожалению, это не Румениги. А счастье было так близко. Прикинь. Ну, реально, при том, что у нас сейчас дико порезали процент на выпадение легенд. Прикиньте, как круто было бы. Если бы я, грубо говоря, да, за 16 попыток забрал бы две легенды. Это был бы кайф. И это было бы, конечно, что-то неимоверное. Но пока давать не хочет. Есть лига, к сожалению, португальская. Да, это не тот человек, который мне нужен. И одна крутка у меня остается. Ну, давайте, не знаю, я пощелкаю на него. Давайте шаманские танцы включаем. Там пощелкать, повращать. 182 сантиметра. 25 лет. 8 уровней прокачки. Давай, румынчик. Румынчик, ну, приди в мой состав. Приди в мой состав. И будет все охренительно. Затаив дыхание. Последняя круточка. Ну, есть лига. Да. С последней крутки румын мне, к сожалению, не выпадает. Но все равно, как по мне, покупательных, в принципе, очень даже удался. На халяву я забираю Матеуса. Это круто, это здорово. Ну, а так, не слишком много игроков я открыл. Два 5-звездочных игрока. Оба из Баварии. Оба десятки. К сожалению, к сожалению, румынчик мне так и не выпал. Ну, что ж, подумаем по поводу обзора на Матеуса. Надеюсь, вам везет больше. Пиши, конечно же, открывал, не открывал. Поймал что-то. С удовольствием тебя поздравлю. Нужен донат. Ссылка в описании, закрепленном комментарии. Разберемся. Ну, а я, а я, а я пошел. А я пошел малому подарок выбирать. Вот, на самом деле, самое главное, что нужно сегодня сделать. На этом прощаюсь. Как всегда, Морш. Как всегда. Пока. Пока.